Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы продолжаем наш практический курс «Английский язык с нуля до продвинутого уровня» по приложению English Galaxy. В этом уроке мы с вами далее продолжаем говорить о разнице make и do. На самом деле, здесь очень важно знать именно устойчивую фразу. Например, видите, фраза «make sure» переводится как «убедиться». Скажем, «Я хочу убедиться, что это действительно так». Я хочу убедиться, что «I want to make sure that» – это действительно так. «It is really so». Я хочу убедиться, что это действительно так. Хорошо, а как сказать? Я просто хотел убедиться, что это было действительно так. Я просто хотел использовать «just» – получается «I just wanted». убедиться, что «to make sure that» – «I just wanted to make sure that» – «это было действительно так». Я просто хотел убедиться, что «I just wanted to make sure that» – «it was really so». Я просто хотел убедиться, что это было действительно так. Тебе нужно убедиться, что «you need to make sure that» – «ты держишь это под контролем». «You need to make sure that» – «you keep it under control». Тебе нужно убедиться, что «ты держишь это под контролем». «You need to make sure that» – «you keep it under control». Да вообще, если мы говорим «делать», то мы по-ночению используем слово «do» – «делать». Например, хотим сказать «недостаточно делается, чтобы изменить эту ситуацию». «Недостаточно», «not enough делается» – пассивный залог, «present, simple, passive» – получается «not enough is done, чтобы изменить», «to change эту ситуацию», «this situation». «Not enough is done to change this situation». «Недостаточно делается», «чтобы изменить эту ситуацию». «Not enough is done to change this situation». На самом деле, также важно понимать, что мы используем глагол «make» в значении, когда что-то создается новое, заново. И также «make» использует значение «производить». Известная фраза «made in China» – сделана в Китае. «Made in China» – скажем «это сделано в Китае». Видите, здесь также можно перейти «это сделано в Китае» или «это делается в Китае». Получается «it is made in China». «It is made in China». «Это сделано в Китае». «It is made in China». Далее скажем по аналогии «это сделано в Италии». Или даже дословно «это делается в Италии». «It is made in Italy». «It is made in Italy». «Это сделано в Италии». It is made in Italy. Скажем, эта фабрика делает мебель. Ведь делает, значит, не производит, поэтому используем именно форму make. Эта фабрика, this factory, делает, makes, мебель, фенниши. This factory makes фенниши. This factory makes фенниши. Эта фабрика делает мебель. This factory makes фенниши. Да, и многим известная фраза, делать ошибки по-английски будет make mistakes. Скажем, она сделала большую ошибку. Она сделала. She made большую ошибку, a big mistake. She made a big mistake. Она сделала большую ошибку. She made a big mistake. Он сделал такую большую ошибку. Он сделал. He made такую большую ошибку, such a big mistake. He made such a big mistake. He made such a big mistake. Он сделал такую большую ошибку. He made such a big mistake. Make a payment. Произвести платеж. Это словно сделать платеж. Make a payment. Make a payment. Мне нужно произвести этот платеж сейчас. Это словно мне нужно сделать этот платеж. Учается I need to make this payment сейчас now. I need to make this payment now. I need to make this payment now. Мне нужно произвести этот платеж сейчас. I need to make this payment now. Вопрос. Ты произвел этот платеж? Используя make, получается, это словно ты сделал. Did you make? Этот платеж. This payment. Did you make this payment? Did you make this payment? Ты произвел этот платеж? Did you make this payment? Make a call. Сделать звонок. Make a call. А вот make a phone call переводится как сделать телефонный звонок. Make a phone call. Make a call. Make a phone call. У меня нужно сделать телефонный звонок. У меня нужно сделать. I need to make. И далее, используя phone call, получается, I need to make a phone call. I need to make a phone call. У меня нужно сделать телефонный звонок. I need to make a phone call. Также переходите в наши социальные сети, где мы выкладываем дополнительные полезные материалы. Ссылки в описании. Следующая фраза. Make an offer. Сделать предложение. Make an offer. Они сделали мне очень интересное предложение. Они сделали мне... They made me... Очень интересное предложение. A very interesting offer. They made me a very interesting offer. Получается, они сделали мне очень интересное предложение. They made me a very interesting offer. Next. Далее. Make a suggestion. Сделать предположение. Suggestion. Предположение, получается, make a suggestion. Make a suggestion. Мой друг сделал очень интересное предположение. Мой друг сделал. My friend made... Очень интересное предположение. A very interesting suggestion. My friend made a very interesting suggestion. Мой друг сделал очень интересное предположение. My friend made a very interesting suggestion. Make an agreement. Заключить соглашение. Make an agreement. Да, agree. Соглашаться, а agreement — соглашение. Получается, make an agreement. Они заключили особое соглашение. Они заключили, дословно, они сделали. They made особое соглашение, a special agreement. They made a special agreement. They made a special agreement. Они заключили особое соглашение. Используем make, получается, they made a special agreement. Make a discovery. Сделать открытие. Make a discovery. Эти ученые сделали великое открытие. Эти ученые, these scientists, сделали, made великое открытие. Эта фраза a great discovery. These scientists made a great discovery. These scientists made a great discovery. Эти ученые сделали великое открытие. These scientists made a great discovery. Make a remark. Сделать замечание. Репортер сделал очень интересное замечание. Репортер в смысле конкретный. Не просто репортер, а говорим The reporter сделал, made, очень интересное замечание, a very interesting remark. Репортер сделал очень интересное замечание. The reporter made a very interesting remark. Make an attempt. Сделать попытку. Я сделал еще одну попытку. Я сделал. I made еще одну попытку. One more attempt. I made one more attempt. Я сделал еще одну попытку. I made one more attempt. Make comments. Делать комментарии. Make comments. Как мы скажем. Учитель сделал несколько комментариев. Учитель. The teacher сделал. Made. Далее использовать конструкцию a few. Получается a few. Комментариев. Comments. The teacher made a few comments. The teacher made a few comments. Учитель сделал несколько комментариев. The teacher made a few comments. Make an impression. Make an impression. Прозвести впечатление. Make an impression. Смотрите, более продвинутая фраза. Make a very favorable impression. Прозвести очень благоприятное впечатление. Эта фраза, используя favorable, получается make a very favorable impression. Make a very favorable impression. Как мы скажем. Это прозвело очень благоприятное впечатление на меня. Это прозвело. It made очень благоприятное впечатление. a very favorable impression на меня. Это прозвело очень благоприятное впечатление на меня. Хорошо. А как сказать? По правде говоря, это прозвело очень благоприятное впечатление на меня. По правде говоря, To tell the truth — это произвело It made очень благоприятное впечатление A very favorable impression на меня, on me. To tell the truth — it made a very favorable impression on me. To tell the truth — it made a very favorable impression on me. Правда говоря, это произвело Очень благоприятное впечатление на меня. To tell the truth — it made a very favorable impression on me. Смотрите, еще одна продвинутая конструкция, используя форму make — это конструкция I made up my mind. Переводится как «я принял решение». I made up my mind. Скажем, я принял решение остаться дома. Да, если просто сказать «я решил», это будет I decided. А здесь именно, используя фразы-глагол make up и даже более продвинутая конструкция, мы говорим «я принял решение» I made up my mind. Остаться дома. To stay at home. I made up my mind to stay at home. I made up my mind to stay at home. Я принял решение остаться дома. I made up my mind to stay at home. Я принял решение сделать это чуть позже. Я принял решение. I made up my mind сделать это, to do it, чуть позже, a bit later. I made up my mind to do it a bit later. I made up my mind to do it a bit later. Я принял решение сделать это чуть позже. I made up my mind to do it a bit later. Смотрите данный видеокурс и отрабатывайте весь пройденный материал в приложении English Galaxy для достижения максимального эффекта. До встречи. Bye-bye.